Добрый день! В эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Сегодня мы поговорим о таком ежегодном культурном мероприятии, которое проходит в нашем областном центре. Это фестиваль православного кино «Русское сердце». Да, это уже традиционное мероприятие. Я хочу представить гостей нашей студии, да, именно гостей. Пока вы видите только одну гостю. Это Ирина Сойна, продюсер православного кинофестиваля. Ирина, добрый день! Добрый день, Роман. А еще к нам попозже присоединится еще один гость. Это директор «Тверь» Госфильмофонда Иван Демидов. Он сейчас к нам мчится по тверским пробкам. Да, вот движение вот такое. Осень вроде бы, а тем не менее улицы забиты автомобилями. Так что он к нам попозже присоединится. Но пока мы начнем с Ирины. Ирина, скажите, пожалуйста, а мне вот так интересно, а почему Тверь стала местом проведения вот этого уже ставшего традиционным православного фестиваля? Потому что, знаете, ну, вроде бы считается, есть такие города, которые совсем так с православием еще больше связаны. Может, было вообще, к примеру, там где-нибудь в Сергиевом Посаде, к примеру, сделать, где, как известно, находится наша известная лавра. Вот, можно еще где-то. То есть, почему именно Тверь? Ну, начнем с того, что, наверное, для меня это, в первую очередь, достаточно личная история, потому что мы появились в Тверской области, приобретя дачу. И так получилось, что дача у нас около Кашина и храм Анны Кашинской, который Воскресенский кафедральный собор. И мы как-то начали вникать в эту историю. И, естественно, когда ты начинаешь в нее погружаться, она тебя затягивает, завлекает, влечет за собой. И как документалист, как журналист, собственно говоря, я уже не могла от нее отказаться. И стало понятно, что надо что-то в этом направлении делать. А чем вас, извините, перебью, затянула так история Анны Кашинской? Ну, мало ли на Руси святых и так далее, людей, так или иначе, вписавших своими в историю государства? Ну, мы с вами хорошо помним, что святая Анна Кашинская – это единственная святая, которая была канонизирована дважды. То есть в XVI веке и потом вот уже в начале XX века. Ну, и, собственно говоря, сама по себе история семьи и история женщины, конечно, она не могла оставить равнодушной. Равно как и история ее супруга, благоверного князя Михаила Тверского. И, собственно говоря, захотелось здесь что-то сделать. Мы начали с такого небольшого проекта в Кашине на Новый год, Дни детского кино. И потом думали... Ну, то есть стало очевидно, что в Твери есть местные тверские кинофестивали для местного киносообщества. А площадки, которые бы показывали российские фильмы, ну, такие уже широко известные, с хорошей фестивальной судьбой, их, ну, к сожалению, нет. В Твери? Ну, в Твери, в Тверской области, да. И, ну, начав, в общем, я поняла, что это как бы такая востребованная история. И у нас, получается, традиционно две площадки. Это Тверик и Алязин, которые нас всегда очень мило и хорошо принимают душевно. И, собственно говоря, в этом году мы точно так же как бы работаем на два фронта. И там, и тут. Одновременно телезрителям интересно или как? Просто у вас в афише, я видел такое интересное словосочетание, реплика фестиваля. Что значит реплика? Реплика, это значит, что та же программа фестиваля, которая основная, показывается в Твери. И в Твери это всего четыре дня, с 11 по 14 ноября. Но параллельно и аж до 10 декабря в каком-то режиме, который, ну, к сожалению, не я выстраиваю, а выстраивает администрация Дома культуры, эти же фильмы будут показаны в Калязине. Ну, хорошо, понятно. Ну, дальше мне интересно, а что вот вы вкладываете в название «Русское сердце»? «Русское сердце», ну, собственно говоря, это от Кашина и пошло, да? Когда мы думали, как это назвать, если вы знаете, Кашин называют городом русского сердца. И когда, вот, собственно говоря, выстраивалась эта конструкция... Для тех, кто не знает, это за очень интересное местоположение Кашина. Он находится на таком полуостров, по большому счету, но который, дорогие телезрители, вы можете сейчас 21 век, любой может, что называется, загуглить. Вот посмотрите, правда, любые поисковые системы, разделы фотографий, картинки. И именно Кашин с высоты птичьего полета и действительно очень интересная форма города. И с высоты птичьего полета, и на картах очень, как бы, сразу очевидно, да, что вот эта вот петля именно в виде сердца и никак иначе, то есть ее по-другому не... И это очень такая интересная аллегория, на самом деле, мне показалось. И, в общем, выстроился целый цикл всего, что назвалось «Русское сердце». Это наша организация «Оно русское сердце», которая, собственно говоря, является основным организатором кинофестиваля. Это название самого кинофестиваля, и это название, я надеюсь, цикла документальных фильмов «Русское сердце», которое будет посвящено Тверским святым. Именно Тверским? Да. А вот у меня сразу тоже вопрос. Вот вы сказали, что две площадки, Тверка, Алязин, но сразу вопрос, а почему не Кашин в таком случае? Откуда все, я так понимаю, началось? Очень просто. Очень просто, потому что Алязин обладает хорошей технической базой, которая позволяет показывать кино реально в хорошем качестве. А я считаю, что если показывать кино, то это как бы надо уважать людей, которые это кино делали, и показывать его исключительно в хорошем качестве. И которые смотрят. Которые смотрят. Как зрители, так и производители. И так и производители, потому что я отношусь и к тем, и к другим. И, собственно говоря, когда ты показываешь в плохом качестве, ну и зрителю тяжело смотреть. Ну и, в общем, работая с достаточно именитыми режиссерами, абсолютно точно зная, что ни один уважающийся режиссер не покажет фильм на плохой площадке. То есть пусть вот наших телезрителей, кто опять-таки не знал еще про такой фестиваль, не смущает название площадки в колесе ДК. Это вовсе не означает, что там какое-то старое советское оборудование. Наоборот, оно соответствует. Нет, нет. Они сделали замечательную вещь, когда несколько лет назад фонд кино объявил поддержку кинофикации малых городов. Они подали заявку, и по этой заявке получили суперсовременное кинооборудование, которое позволяет делать кинопоказы с сервера, с носителя Digital Cinema Package, то есть последнего поколения. И для этого, по большому счету, ничего не надо. То есть как производитель загружаешь на сервер фильм, они у себя его скачивают, то у тебя как бы логистика в этом отношении абсолютно упрощается и становится приятной. То есть всего лишь подали заявку? Всего лишь подали заявку, да. Это вот такой небольшой, скажем так, упрек кашинским чиновникам, и не только дорогие кашинцы. Вот видите, как все вроде бы началось с вашей земли, а ушел такой фестиваль к соседям, можно сказать. А всего лишь люди не поленились и подали заявку. Таким образом, получали оборудование не только для проведения, собственно говоря, фестиваля, а просто чтобы радовать своих земляков качественной картинкой. Все-таки на дворе 21 век не надо думать про своих земляков, что перебьются, либо съездят в Тверь, где можно посмотреть в современном кинотеатре в хорошем качестве фильма. Подайте тоже заявку или спросите у коленцев, как они это сделали. Уже, к сожалению, закрыта эта программа. Очень жалко. И еще к большему сожалению, собственно говоря, я была в диалоге с администрацией, чтобы подать эту заявку, чтобы в Кашине это было достойным уровнем. И вот в какой-то момент что-то пошло не так. Вот тут удивительно просто, да. Могли бы, как сейчас каждый регион, печется о том, чтобы дополнительное какое-то мероприятие получить, которое будет привлекать туристов, которое станет одним из брендов региона. И казалось бы, тут кинофестиваль, у вас есть возможность. В том числе стать площадкой. На самом деле, это как бы возможность, такая была замечательная. Была, скажем, да. Просто получить то оборудование, которое стоит просто миллионы, которое, понятно, что у регионов в принципе нет. При этом фонд кино был очень лоялен в выделении этих средств и в условиях выделения этих средств. То есть надо было соблюсти условия показов российского кино. Это с одной стороны. С другой стороны, получая это оборудование, ты получаешь возможность проводить абсолютно разнообразные мероприятия, кроме кинопоказов. Да, о чем мы речь. Это и какие-то внутренние вещи, какие-то праздники городского уровня, районного уровня. То есть поле для деятельности абсолютно широкое. И, конечно, безумно обидно, что с Кашиным такая история не получилась. Но Галязин люблю, ценю. И вот всегда радостно туда приезжать и работать с ними. А мы, дорогие телезрители, всегда готовы выпустить рекламу. Не переключайтесь. Мы говорим о том, что в Твери будет проходить, не только в Твери, в Тверской области, очередной кинофестиваль «Русское сердце». Поэтому не переключайтесь. Очень интересно, дальше будет буквально несколько минут рекламы. Мы снова в эфире программа «Тема дня». Мы говорим о том, что в Твери скоро пройдет очередной кинофестиваль «Русское сердце». Кинофестиваль носит второе название «Православный кинофестиваль». И в этой связи, Ирина, скажите, мне интересно, что такое «Православный кинофестиваль». Потому что, когда я про него в первый раз узнал, я думаю, телезрители, кто не знает, у всех сложится впечатление, что тематика фильмов — это либо история каким-то святых, то есть православная, либо на библейскую тематику, допустим, фильм принимается для участия в фестивале. И все. Только ли это так? Ну, я бы даже сказала, что это совсем не так. Вот. Да. Объясню, почему. В программе кинофестиваля есть три категории. Это игровые, полнометражные, художественные фильмы, документальные фильмы и короткометражные фильмы. То, что касается документальных фильмов, здесь все просто. Очень большое количество кино-видеостудий делают фильмы именно с православным контентом. Но если мы говорим о игровом кино, то, по большому счету, такого кино у нас, наверное, и нет. Ну, есть. Ну, есть. Да, вот в прошлом году мы показывали фильм «Варава». Да, вот абсолютно прямой посыл, да, абсолютно прямая библейская история. И по большому счету все. А вот неправда. Я как-то пару лет, может, назад на каком-то из кабельных каналов показывали тоже наш русский фильм, посвященный библейской тематике. И там главный персонаж Иуда. Играет наш актер Шевченков. Вот. Не смотрели? Нет. Тоже такое интересное, как бы, точка зрения. То есть, как он дальше жил и так далее. Вот. Поэтому включите в программу, если защите нужным. Это русский фильм. Я говорю, он относительно недавний. То есть, ему там не то, что там 10-15 лет. Тоже вот, вот, как раз я, да, тоже увидел «Варава». То есть, как у нас принято ведь со времен еще голливудских и так далее, если на библейскую тематику, то про что? Иисус Христос – суперзвезда. И вроде как вокруг него больше никого и не было, ничего не происходило. Вот. А вот, как выясняется, снимают. Такие, причем, берутся персонажи. Вот «Варава» тоже. Кто такой «Варава», кто читал Библию или что-то знает? Разбойник, да? Разбойник, да. На самом деле, там кто-то, считай, беспредельщик. Есть, правда, версия, что на самом деле не разбойник, что на самом деле он, его почему и евреи помиловали иудеи, потому что он, оказывается, боролся против римского владычества. То есть, вовсе не все считают, что это отрицательный персонаж. Кто-то, что просто это чуть ли не местный Спартак или типа того. Был такой еще иудейский Бах-Охба, который тоже возглавил восстание. Это исторический факт. Времена императора Трояна было жестко такое восстание. Подавляли. Вот. И считают, что «Варава» он тоже такой патриот иудей. И, дескать, именно поэтому, когда вот на кресте висели три персонажа, и народ сказал, что вот этого помилуйте, дескать, он был люб народу. Но неважно. И, тем не менее, все-таки в мазь свою это разбойник. И когда берут в качестве главного персонажа художественного фильма вот эту персону, это необычный интерес. Согласитесь, посмотрите. Интересно, конечно. Вот. Может, это по Библии, может, это альтернативный взгляд, но, тем не менее, это необычно интересно. Поэтому я к чему? Есть все-таки есть. Есть. Да, но так вот, чтобы мы могли, положа руку на сердце, сказать, что мы можем сформировать полностью программу фильмов такого содержания, нет. Хотелось бы так в идеале? Или у вас, вначале, концепция, что нет, это все-таки не только про слон, но и русское сердце, поэтому про русских, скажем так. И даже не обязательно про русских, потому что у нас в этом году будет в программе фильм «Сестренка», который будет рассказывать о взаимодействии русской девочки и нерусского мальчика, как приемная семья. Поэтому, в общем, это в России дело происходит. А, ну, я это имела в виду, что у всех, кто живут в России. Нет, дело-то, на самом деле, все очень просто, да, потому что, по большому счету, общечеловеческие ценности, они у всех одни. Да, это доброта, это терпимость, это любовь, забота. И я считаю, что именно об этом должны говорить, именно это должны показывать. И на этом надо воспитывать наше поколение. Ну, вот мне так кажется. С другой стороны, почему православные? Ну, потому что все-таки я считаю, что мы живем на православной земле исторически, в мирном сосуществовании с прочими концессиями, но конфессиями. Но все равно исконно православные. И как православный человек, я считаю своим долгом просто это, я извиняюсь за такое слово, пропагандировать. Ну, слово, на самом деле, ничего плохого не означает. Вот, ну, хорошо. Хорошо, интересно. Соответственно, у вас как бы пул потенциальных картин, участниц фестиваля большой. И, соответственно, а по какому принципу отбираете? Все-таки, вот то, что вы перечислили критерии, ну, все равно это тоже под них подходит, ну, десятки-десятки-десяток картин. А у вас вот в среднем сколько вот в программе кинофестиваля? У нас пять игровых фильмов полнометражных, пять документальных фильмов и короткометражные фильмы. А мультфильмы? Мультфильм только один, к сожалению, в этом году у нас получился. Это «Голчонок» Марата Нариманова. Но такой мультфильм, который я смотрела и плакала. Реально. А почему, к сожалению, один? Опять-таки, не делают того, что подходит под программу фестиваля? Ну, во-первых, мы еще ограничены временем, сроками проведения. У нас всего четыре дня и два показа в день. То есть проводить в более масштабном режиме на нескольких площадках, ну, увы, пока не получается. Поэтому, объективно оценивая возможности, я понимаю, как бы, то количество фильмов, сеансов, которые мы себе позволяем успеть сделать за четыре дня кинофестиваля. Собственно говоря, этим ограниченный раз формируется программа двумя способами. Либо мы объявляем сбор заявок на фестиваль, и нам присылают заявочки, фильмы, мы отсматриваем, и берем или не берем кино. То есть вы еще не все берете? Мы еще не все берем. А почему мы должны все брать? Не знаю. Как опять-таки, знаете, ну, отношения, это не Каннский кинофестиваль, это не Генотавр, это Тверской, туберс, называющийся именами провинциальный фестиваль. И вроде должны быть рады, что хоть кто-то захотел. Вроде бы. А на самом деле нет. Что попало, мы не берем. Нет, что попало, мы точно брать не будем. Есть внутренний какой-то ценз, естественно, абсолютно. И вторая позиция, с точки зрения которой происходит отбор, это желание показать зрителям фильмы, вышедшие на широкие экраны, получившие хорошие, достойные награды больших кинофестивалей, присоседиться к которым мы даже не пытаемся. Но если это награды уровня Кинотавра, окна в Европу, то я считаю, что это уже достаточная марка качества, которая должна быть дальше показана. Потому что, ну, к сожалению, увы и ах, многие фильмы проходят по фестивалям и потом ложатся на полку. Их дальше никто не видит. Что называется, проходит незамеченными для широкой публики. Нет, у них прошла фестивальная судьба. Фестивальная, но это не прокат. Очень, очень широкая, очень хорошая, очень яркая. Но, ну, как бы прокат сейчас с пандемией вообще, как бы такая сложная история. Ну, даже не период пандемии. Мы все знаем, что, опять-таки, Канны, Кинотавр и так далее, Берлинский кинофестиваль, там могут получить хорошие отзывы критиков и так далее. Ну, выйдите на улицу и спросите, вот, в кинотеатр любой зайдите. Вот в кинотеатр, даже не на улицу, в кинотеатр. Спросите у эту публику, молодежь с попкорном и так далее, а вы видели, а вы знаете. Но ведь, согласитесь, держу пари, и люди скажут, мы смотрим Марвеловские все эти франжизы, мы смотрим боевики широко рекламированные. Но в том-то дело, все это зачастую мимо Канн проходит, к примеру. Ну, или наших отечественных кинофестивалей, я поэтому и говорю. И у вас, наверное, задача, вот именно, что все-таки, что называется, ну, кинозрителю, что, вот, смотри, какой фильм-то замечательный. Есть российское кино, да, которое можно хорошо, приятно, достойно смотреть. Или, обливаясь слезами, но у тебя это говорит о качестве продукта. Естественно, если фильм вызывает отклик, то, значит, он был сделан не зря. Скажите, а мне вот интересно, а, соответственно, вот вы рассылаете заявки, ну, и опять-таки, называю, вечными именами, часто откликаются маститы, что называется? Или авторы, ну, картин, которые получили хорошую оценку, ну, например, внутри России, да? Ну, мы в абсолютно открытом диалоге со всеми большими киностудиями, поэтому я за четыре года работы не встречала, скажем так, реакции отторжения на наше предложение какое-то. Единственное, что может быть, это если фильм какой-то совсем-совсем новый, и производители-дистрибьюторы хотят заявить фильм сначала на фестивалях класса А или Б, ну, то есть, как бы, таких вот весомых, то, конечно, мы там договариваемся и ждем своей очереди. Так было, например, в прошлом году с фильмом «Война Анны». Мы его хотели показать в 2018 году, продюсеры попросили нас подождать. Пока они отработают всю верхнюю фестивальную планку. И в прошлом году нам его дали для показа. Ну, а если все-таки тоже, опять-таки, телезрителям интересно, а фестиваль уже не в первый год, какие из картин, которые более-менее на слуху уже участвовали в кинофестивале? Ну, вот, собственно говоря, да, я начала «Война Анны», да, это как бы такой знаковый фильм, который там собрал кучу призов. Замечательный фильм у нас был «От печали до радости». Очень... Нет, вру, наврала. «От печали до радости» в этом году будет. Замечательный фильм у нас был «Жили-были» с Федором Добронравовым, который... И Романом Мадяновым, который, кстати, часто крутит сейчас кабельные каналы, вот, особенно, о которых, ну, контент — это русское кино. Я просто неоднократно не упадаю, что смотрел и целиком, и посередине, и сначала до конца. То есть фильм необычный. Мне, знаете, что понравилось, что Роман Мадянов наконец-то исполнил роль не какого-то очередного коррупционера, «Держи морды», там, какого-то, может, там, НКВДшного полковника. Замечательная роль, необычная натура. Вот она типичная. Не где-то там на задворках Мосфильма построена якобы русская деревня, а действительно вот та самая провинция. Живая такая. Да, настоящая, ты веришь этому фильму. Потому что и вообще он необычный. Всем развитием сюжета ты сидишь, смотришь, думаешь, чем же кончится-то. Но главное, ты всему этому веришь. Да, да. Ирина Розанова там опять-таки играет. То есть он очень необычный фильм. И его, конечно, хорошо, что вы взяли. Он именно про Россию, вот, про как раз русское сердце. Согласитесь? Да. Ты смотришь героев со всеми грехами какими-то, достоинствами. Типичные русские люди, которые живут, вот они живут там в этой глубинке русской. Они хотят уезжать. Хотя, когда там, ну что там, и дети говорят, ну что ты здесь, вас втроем осталось. Нет. Они там живут, ссорятся, мерятся, любят и так далее. Типичный такой вот фильм про Россию. Ну и главное, это ощущение доброты, которая от этого фильма исходит. И не ругать между собой, это все равно, это не какая-то черная злоба. Это обычная вот такая жизнь русских людей. Вот. Потом замечательный фильм «Мотылек» был у нас в прошлом году в программе. Необычный, тоже «Мотылек». Это как раз, я думаю, не каждому будет кинозрителю, телезрителю понятен. Там необычный сюжет так развивается. Ну, он такой немножко метафизический. Да, но как художественный прием донести до зрителя свое сказание от режиссера вполне себе оправданно, я считаю. И замечательная Марта Тимофеева, которая в нем сыграла, кстати говоря, в этом году, она будет представлена в фильме «Сестренка» как раз у нас. Так получилось неожиданно. И, конечно же, Алена Бабенко замечательная. Алена просто восхитительная. В очередной раз драматическая роль. Просто восхитительная. Вот. И... Не, ну там вообще на самом деле все абсолютно на своих местах. Но такой фильм для меня лично очень трагический, потому что у меня там работала художником-постановщиком замечательная Катя Залетаева, которая ушла из жизни три года назад. И в прошлом году ушел из жизни от ковида режиссер Гера Гаврилов. Ну вот, как-то вот такая печальная история. Да. Грустно, конечно. Ну как, в русской жизни оно... Русское сердце носит русское сердце. Но жизнь продолжается. Да, жизнь продолжается. То есть, насколько мы видим, вот как уже мы перечислили актеров, фильмы, которые находятся, которые вы берете к себе на фестиваль, там много именно топовых актеров. А то, опять-таки, кто-то подумает, что, а, фестиваль для провинции, тридцессортные фильмы. Актеры никому неизвестные там какие-нибудь. Может, там кто-то мелькнет там на две минуты. А вот мы сейчас перечисляем фамилии. Это все востребованы актеры, топовые. Ну, естественно. Если мы говорим про программу этого года, да, то у нас мы начинаем с фильма «Доктора Лиза». Собственно говоря, с Челпан Хаматовой и с сюжетом, собственно говоря, абсолютно понятных. «Доктор Лиза» тоже, да, интересно. И, кстати, тоже, я думаю, еще мало кто увидел, потому что, как всегда, в прокате, как вы все знаете, отечественное кино. Ну, он есть на платформах. Да, на платформах есть. Да, это история сострадания, это история служения людям, да. Настоящая история, самое главное. Абсолютно, да. А я знаю тоже, вот смотрел у вас в прокате, ну, а поиск, так можно сказать, был тоже фильм про драматические, где необычную для себя роль исполнил Дмитрий Нагиев. Это всем известная история про Виталия Калоева. Непрощенный. Непрощенный, да. Да, тоже, согласитесь, ну, мне тоже что-то приятно, что, опять, мы Нагиеву как воспринимаем? Шоумен. Ну, шут иной раз в своих ролях, конечно же. А тут вот такая роль, давно его в исполнении не видел. Очень трагическая роль, человек, который потерял разом свою семью, который, вот говоря о религии, о православии, совершил грех, смертный грех, убил человека, да. И тут вот православный человек, он сидит и размышляет, на самом деле, повод для размышлений, вот что, негодяй, грешник или что, или он потерял свою семью, а убил человека, который, ну, по сути, не понес ответа. Тоже история, как с доктором Лизой, что интересно, это реальная жизненная история, многим, я думаю, она памятна, относительно недавняя история. Вот, и тоже, если в контексте православного кинофестиваля, есть о чем поразмышлять для православного человека. Вот как вот, в весах, кто? То ли тот диспетчер, швейцарский мученик, да, ну, они же не специальны, в конце концов, да. Нет, но там же история была абсолютно нечеловеческой позиции авиакомпании, которая всеми силами не хотела признавать свою ответственность. Вопрос же был, ребята, да, он говорит, просто извинитесь, да, принесите ваши извинения, не надо ничего больше. Ну, а дальше это, как бы, человек, доведенный уже до отчаяния, до края, и, ну, да, вот он так вот отреагировал, так поступил в этой ситуации. И я искренне счастлива, что он сейчас реализован в своей жизни, что у него родились малютки в новой семье, и человек дальше нашел себя в этой жизни, нашел опору, и нашел... Не сломался? Не сломался, да, и это очень ценно, очень важно тоже. Как бы итог такой. Да. То есть не только, ну, не история, сломавшийся окончательно человек, который все потерял, еще совершил смертный грех, и все. Нет, это история со светлым финалом абсолютно. Да, да, и это тоже правдивая история. Я интересовался его биографией, то есть я рад, что как бы у него в дальнейшем, ну, если так можно сказать, ну, все-таки все хорошо. Ты тогда потерял все, что имел, и тем не менее человек нашел в себе силу дальше жить, жить на благо общества, приносить пользу. Ну, опять-таки, все потери нам даются для чего-то. Опять-таки, если возвращаться к православному миросознанию, что называется. Естественно. Ну, вообще все, да, по воле Божьей, поэтому как бы, когда ты на нее полагаешься, у тебя все становится правильно. Ну, в моем представлении. То есть как там Шевчук пел «Господь дает по силам испытания». Абсолютно. Иначе просто не получается. И все промыслительно, все абсолютно, все, что делается, все на благо человеку. Дорогие телезрители, наконец-то у нас появляется и второй гость нашего эфира, о котором я говорил, Иван Владимирович Демидов, директор «Тверь Госфильма фонда». Наконец-то он по тверским пробкам домчался к нам. Иван Владимирович, добрый день. Добрый день. Иван Владимирович, скажите, вот мы уже долго рассуждаем, говорим о вот этом кинофестивале «Русское сердце». Скажите, а что он дает, на ваш взгляд, Твери, Тверской земле? Потому что мы все знаем, вот тверичане, ну, кто более-менее, скажем так, ну, не 20-летний, скажем так. Мы же все помним кинофестивали, которые созвездия еще, которые еще у нас проводили в советских времен. Это была гордость нашего города. К нам приезжали советские актеры, причем, что называется, топовые, не то что там какие-то местечковые. Мы сейчас уже с Ириной говорили, что вот этот фестиваль «Русское сердце» привлекается в фильмы с очень известными актерами, хороших режиссеров. Ну, опять-таки, мы все помним то, что было. Скажите, можно ли сказать, что вот проведение этого кинофестиваля, оно вдохнуло новую жизнь, вот, не знаю, в наше Тверское кинообщество, что мы снова как-то оказались не на обочине вот этого кинопроцесса? Я немножко по-другому тогда вот с ваших вопросов перейду и скажу, что действительно это не была гордость. Наверное, это и есть гордость и останется гордостью, что вот эти фестивали, которые проводили, они в наших сердцах. И нам очень обидно и досадно, что ребенка, которому вырастили, родили в городе Твери, вот наша земля, пустили его теперь в бесхозном. Да, чужую землю. Да, он по всей России носится, как беспризорник. Его бы надо пригласить сюда потихонечку, но, слава богу, что есть такие люди, вот как Ирина, она молодец, пришла, у нее просто абсолютно человек бескорыстный и с импульсом с одним, что как, почему русские люди, в принципе, мало смотрят русских фильмов и о русских корнях наших. Знаете, говоря о настроении молодежи, вот у них такая настройка, знаете, тоже сколько говорю на эту тему, ну что это, ну русское, ну свое, пасконное, вот мы тут, вот американское. Я не доверяю русскому дать такое вот кино, вот так вот. А я могу не согласиться, извините, пожалуйста, да, потому что два года назад я, как исполнительный продюсер, снимала фильм «Зоя», о Зое Космодемьянской, и моей дочери на тот момент было 12 лет. И я у нее спросила, дочь, ну с абсолютным скепсисом, а вот вы бы пошли на такое кино? Она говорит, мам, мы бы пошли, я бы пошла и бы повела бы. А я вот вам возражу, наверное, все-таки кажется, потому что это ваша дочь. Вот так. А я сколько, еще раз говорю, общаюсь с дочерьми и сыновьями, у которых мама и папа никак не относятся к кино, к сожалению, есть такое пренебрежительное отношение к русскому кинематографу. Я понял этот вопрос, но тем не менее, Роман, вот еще какая есть вещь. В свое время, Ален Далис, там говорят, может быть, это не было точности, документировано, но это точно совершенно, что в 45-м году, в 46-м времени, вот она закончилась война, и был у него уже разработан план захвата России. Это всем известный, да? Так вот. Мы их испортим изнутри и так далее. Так он портит изнутри. Обрати внимание, можно задать тебе вопрос? Я не верю в тлетворное влияние Запада. Не верю, ради бога, не верю. Но ты пойми, когда на нашем ЗАГС-собрании написано «собрание» на латынице, ты понимаешь, я сам думаю, а что, ребята, вы же кто, русские люди или нет? Почему вы английскими буквами пишете, понимаем, в территории? И вот это все происходит сверху вниз. Ну, это на совете нашу ЗАГС-собрание, останется, надеюсь, тоже нас услышат. Они только недавно, вот сегодня проезжал на съемку, как раз, да, мимо этого-то собрания, что там, то ли клуб, то ли бункер. Но все-таки, возвращаясь, что дало это вот именно Твери и Тверской земле? Это даст, безусловно. То есть вокруг этого соберутся те люди, у которых есть потенциал, у которых есть внутренняя совесть, у которых есть порядочность, доброта, и вот эта платформа, с которой можно будет опять отталкиваться, развиваться и возвращаться к истокам. Дело в том, что вот плюют на коммунистов и так далее, но, как бы ни было, вот, что бы ни говорили про коммунистов, они когда писали свой, значит, устав, и вот, соответственно, программу строителей коммунизма, они же взяли все из нашей православной церкви. Не убей, не укради, доброта. То есть Луначарский был не дурак, понимаешь, в чем дело? Он был умный человек. Ну, по факту соблюдали, конечно. Если... Некасаемо не убей. Но, тем не менее. Ладно. Нет, эта мораль, она закладывалась. И вот если бы этой морали мы не соблюдали, и по большому счету не произошло Великой Отечественной войны, а мы бы просто сказали, как вот сейчас, школа воспитания, вот только-только в этом году, уже когда пять лет исполнилось присоединение Крыма, значит, вхождение в нашу Россию опять снова, Путин сказал конкретно уже, что же вы, ребят, школа сейчас, воспитательный момент упустили, и надо вместе с образовательными программами запускать обязательно и воспитательные. То есть это параллельно должно быть. Если мы не воспитываем человека, мы не делаем из него человека, мы делаем потребителя. Вот о чем был разговор до этого Фурсенко у нас, который говорил, что мы должны воспитать грамотного потребителя. Не может быть. Человек должен быть творцом. Вот эта основа должна быть. И вот, ну, это мое убеждение. Может быть, я и не прав. Я не... Нет, почему? А у нас... Не-не-не-не-не. У нас программа тема дня, у нас демократия. Каждый скажет свое мнение, никому мы это не стыкаем. Так что... Ага, вот поэтому моя точка зрения абсолютно точна. Я согласен с тем, что человек должен быть творцом. Другое дело, насколько у него потенциала хватит. Вот это как раз должны давать школы, общественные организации, и в том числе фильмы, и искусство. Искусство вообще. Если искусство не может развивать человека по вертикали, с точки зрения эстетики, с точки зрения нравственности, с точки зрения как человека, это не искусство. Это просто элементарное потребление и накопление денег. Вот это попса нынешняя, и понимаешь, в чем дело. Моргенштерны, Оли Бузовой и так далее. Я их лично не знаю, но вот то, что я вижу, они просто на вот этом хайпе зарабатывают деньги. Просто элементарно делают. Если я сейчас раздену, здесь что-нибудь покажу, начнет ржать, издеваться, говорит, Демидов сосал с ума, но смотри, я же видел, и бах, 200 тысяч у меня лайков этих будет. А я с этих 200 тысяч получу 200 тысяч рублей. И вот они на это запросто настроены. Понимаешь, какая штука? И вот молодежь к этому подвели, а нам из этого болота вытаскивать. И вот этому фестивалю благодаря мы сможем по чуть-чуть начинать и мозг у них вот перебег... Ну, бекрент сейчас сделан, по большому счету, не им вина, не их, не молодежи, а их делают. Более того, это делают даже наши центральные каналы. И когда вот рякет грязное белье и говорят, вот этот с этим переспал, а вот этот, ты от него забеременел или нет? Это маразм, это бабушки на скамейках у нас в советское время ругали за то, что говорят, сплетницы. А теперь это в ранге на первых каналах, это рассуждают. Тот же Малахов и так далее. И молодежь это подхватывает. Вы смотри, сейчас открой любой вот этот самый, их ТикТоки и так далее, а там все на этом построено. Пошлятин ниже пояса, вот это да. ТикТок как интернет-забор. Раньше на нем углем писали, сейчас на экране скажите. Но зато дали на всю Россию этот забор-то. Ну, так он и был на всю Россию. Скажите, все-таки мне действительно интересно, вот молодежь, мы говорим, а кто в целом ваша публика? Какой возраст? Может даже социальный портрет вот? Ну, я бы вот так, анализируя тех, кого я вижу в зале, я бы выделила две категории. Первая, это реально молодежь, это студенты, которые там 20-25, которые приходят. На радость Ивана Владимировича. На радость Ивана Владимировича абсолютно. Причем их никто не ведет за руку и не заставляет стройными рядами. Педагоги притащили. Нет, нет, нет. У нас эта конструкция отсутствует начисто. То есть мы не работаем с образовательными учреждениями, что типа вот по разнарядке, да, вот нам вот, пожалуйста, посадите, потому что нам надо зал заполнить. Нет, вот сколько пришли, столько пришли. Они пришли сами. Более того, вот в прошлом году, я не знаю, видел ты, нет, я просто видела, что приходили одни и те же люди на сеансы. Вот он пришел вечером, остался на второй сеанс, потом он пришел на следующий день. Есть такая категория. То есть это люди, которые целенаправленно идут просто увидеть хорошее кино, провести время с пользой для себя. И это очень приятно на самом деле. Нет, что-то понять, я проанализировать. То есть куда мы движемся и что мы хотим. И вот то, что Достоевский писал тогда уже 200 лет практически тому назад, но 150 точно. Значит, и оттуда вот такие же люди-то есть. Им хочется дойти до сути. Вот этот момент, он присутствует. Он молодежи, он просто обязательно. Без этого не может человек развиваться, если его нет. И при том вот это самое состояние, когда вот хочу дойти до сути и понять, это именно в молодом возрасте. С возрастом это ты понимаешь, просто уже анализируешь, я был прав или не прав, а я туда вот положил атаку, нет. И уже немножко отдаляешься над этим, как-то сбоку. Они изнутри живут. Они на острие атаки вот этой нынешней находятся. И со стороны запада, и с чего угодно там. Но самое главное, они внутренние. Вот этот момент, если мы им даем вот эту пищу и скажут, попробовали, говорят, а ведь это правильно. Вот так надо было бы сделать, и вот этот момент произошел бы. Поэтому очень важно. Очень важно. И вот эти фильмы, которые, они понимаете, в чем дело, не имеют коммерческого, как сказать, успеха, наверное, не то слово, но по большому счету да. Деньги на них большие не собирают. Потому что это надо вдуматься, это надо... Это в значительности медиаторское кино. Да? Но я хочу сказать, на самом деле, большое спасибо нашему министерству культуры, как это ни странно, может быть, бы звучало, да. Но то, что я сейчас вижу, это то, что министерство, как общественная организация, государственная, разворачивается к производителю и работает с ним в очень плотном диалоге. То есть это не то, что какие-то небожители, которые, ой, министр, к нему никак не попасть, да. Это абсолютно идет конструктивный диалог производителей, музеев, прочих культурных организаций, которые могут открыть свои проблемы и вместе решать, находить пути решения, находить варианты каких-то совместных мероприятий. То есть сейчас настолько переформатировалось само министерство и сам формат общения с культурными организациями, что на самом деле становится очень легко и приятно с ними работать. И вот могу сказать, что впервые за много лет мы, как кинопроизводящая компания, получили субсидию на производство игрового фильма. И в следующем году мы приступим к съемкам. Это будет детский фильм о детских спортивных конных соревнованиях. То есть фильм о спортивной тематике? Да, фильм о спортивной, да. Все равно порядочность и честность она там должна быть раскрываться в этих условиях. Скажите, а вот как вы уже упомянули как раз министерство культуры, а мне хотелось спросить, вообще кто помогает в организации фестиваля или вам помощь не нужна никакая? Вы сами сами. Ну, первые два года мы делали это за счет собственных средств абсолютно. Вот эти два года нам помогает правительство Тверской области, выделяя субсидии. И частично в этом году мы еще получили президентский грант, который также нам помог реализовать этот проект. И плюс еще к этому показать мой документальный фильм «Русское сердце» Михаила Тверской. Собственно говоря, первый из этого цикла. То есть, скажем так, это не про то, чтобы заработать денег. Абсолютно точно. Если кто-то думает, что мы сейчас сделали фестиваль, и на этом кто-то там озолотился. Нет, это совсем не про это. Но, слава богу, есть финансовая поддержка. Я думаю, что вот как раз так диалог с фондами и с властью, который поможет дальше продвигаться и жить фестивалем. Вот здесь я дополню, Ирина, поддержу в этом отношении, что как раз вот тот тезис, чем больше отдаешь, тем больше возвращается, это вот через таких людей, как Ирина. У них на самом деле пришли вот с абсолютно открытым сердцем, говорят, а давайте мы у вас попробуем. У вас же был такой фестиваль. У нас был большой, да, опыт, есть работа. А вы можете тем помочь? Чисто организационно. Вот мы с удовольствием помогаем, делаем. У нас на самом деле в реализации этого проекта вот как в фильмофонде ничего нет. Практически, да, мы с удовольствием поддерживаем. С хорошими, интересными людьми сталкиваемся, вернее, находим контакты. И в частности, вот с вашими руководителями телевизионными, им низкий поклон за это, что разрешают, вот и дают возможность здесь нам показывать вот эти фильмы. Дальше у нас есть прекрасный глава Калязинского района, который в прошлом... Вот тоже как раз хорошо предварительный вопрос. Как в Калязине помогают? Вот, значит, в прошлом году попробовали просто так. Мы там периодически... Вот мы находимся там уже 10 лет. Фильмофон. У нас из пленной иллюзии идет. А в этот раз, поскольку пленной иллюзии, это против наркоты, и, в принципе, речь идет о том, что человек не должен жить в плену вот иллюзий, которых он созданно придумывал себе, как туман в голове крутится, как эта наркота, да, в принципе, должен реализовывать свои мечты и находить в них какую-то реальную вещь. А это может быть, безусловно, и спорт, и искусство, и так далее. И, в принципе, вот один из последних у нас был разговоров сквозь тернии к звездам, в принципе, от Земли, вот, которая сейчас разрабатана, на той же Калязинской Земле есть телескопическое ухо, да, безусловно. И космонавт, да, крикалер, человек, последний гражданин Советского Союза, он прилетал на этот фестиваль на открытие. Вы понимаете, какая штука? Это звезда, говоря о звездности. Да, но это у нас. Это, не в обид другим космонавтам, ни один из многих, которых у нас они все герои, и, конечно, десятки-десятки, но Сергей Крикалев, это человек, которому Сергей Константинович, потрясающий человек, принадлежал рекордных жизней в космосе, который, действительно, как сказали, улетел из Советского Союза, вернулся в другую страну. То есть, это, действительно, звезда отечественной, не только отечественной, а мировой космонавт. Мировой космонавт. Это не просто один из многих. Сейчас он руководитель вот этого космических отряда. И, значит, вот этот вариант, он находит отклики принять, машину привезти, да, глава района, безусловно, предоставлять безвозмездно. То есть, это, естественно, поскольку им интересно. И вот та самая история, когда, значит, символ непотопляемости России с этой колокольни, вот он идет, и платформа вот эта идеологическая, она есть вот именно там, на Калязинской земле. В Калязине сплошные символы. Да, фестиваль, его концепции. И Макарий там, и прочее. Вот когда идешь, там действительно... И колокольни, и ухо телескопическое, да, и все. Которое обращено к небесам, православный фестиваль. Да, да, да. И вот там, на самом деле, такая атмосфера, что просто-напросто действительно захватывает. И потом, я уже теперь без Калязина тоже себе не очень хорошо мыслю, как я буду все время здесь в тюре, если проводить. Я обязательно туда езжу, даже уже по другим направлениям, не связанным с этим делом. У нас эфир подходит к концу. Давайте еще раз напомним телезрителям, когда будет проходить фестиваль, и самое главное, площадки, и как можно попасть. Мы уже говорили, кто приходит, кто молодежь, и так далее много. Вот тем, кто заинтересовался. Еще раз, Ирина, какие фильмы в этом году в программе, где и когда, и как можно посмотреть, в каких местах Калязина и Твери? Мы открываемся 11 ноября в Твери, в киноконцертном зале «Панорама». Первый сеанс у нас в 11 утра. Дальше мы служим торжественным молебен, и в 19 часов у нас будет торжественное открытие в большом киноконцертном зале, там же в «Панораме». Собственно говоря, площадка у нас одна. Главное. Она единственная... Нет, Калязина же мы еще говорим. А это потом. Нет, мы говорим сейчас про Твери. Да, как бы в Твери, вот у нас «Панорама». На «Смоленском-29» известный высотный комплекс, который включает в себя и киноконцертный зал самый большой в нашем Верхней Волжье. То есть здесь основная программа? Здесь основная программа вся. Здесь у нас будет уважаемое жюри отсматривать фильмы. И, собственно говоря, итоги мы подводим. В воскресенье, 14 ноября, в 7 часов вечера, покажем ретроспективный фильм по Бунину «Несрочная весна». И закончим, собственно говоря, подведением итогов. Вот и фильм в программе. Вот они. Эту программу потом можно будет, наверное, и хорошо... Телезрителям интересно опять. Да, вот телезрителям показать ее потом. Зачтите. Зачтите. Ну, в принципе, наверное, Ирина Люча это будет, поскольку она автор. Я хочу прочитать, а то я перехватываю свои руки. Интересно, что телезрителям. Хорошо, давайте как бы... Или это тайна? Секрет. Это не тайна. Собственно говоря, все опубликовано. Основная игровая программа – это «Доктор Лиза», фильм «Сестренка», «От печали до разности» и «Счастье в конверте». Кстати, о «Счастье в конверте» тоже еще раз можно сказать. С нами уже был замечательный наш актер. Да, замечательный Залим Мерзуев, который снимался в, собственно говоря, фильме «Варава». Залим Мерзуев в прошлый раз здесь тоже собрал, здесь зал был с удовольствием, встречал. Его уже теперь как не только актера театра, а воспринимает уже, естественно, как актера кино, но при том актера уже известного, он на самом деле уже очень-очень популярен, и поэтому с удовольствием нам приятно с ним общаться. Он умный, порядочный человек. Ну и все-таки еще вопрос, как люди, простые телезрители, которые нас сейчас смотрят, вот они заинтересовались, им вообще вопрос, а можно ли нам попасть? А можно ли нам попасть? Можно вход свободный. Вот, самое важное. Ты подумаешь, а, фестиваль, наверное, тысяча рублей билет и так далее. С соблюдением всех карантинных норм, соответственно, маска, рассадка через одного, и мы всех рады видеть. Где в интернете можно узнать о программе, опять когда, какие фильмы, во сколько? Будет на нашей, будет обязательно платформе выложен в Госфильмофонд, это программа фестиваля, дальше в группах ВКонтакте, теперь Фильмофонда, группа, Фейсбук тоже. А просто, если в какую-то поисковую систему забить, православный кинофестиваль «Русское сердце» 2021. Два сайта русское-сердце.рф русскими буквами и в латинице russianherd.ru Ну, или просто поисковики, кто, может быть, не запомнил. Дорогие телезрители, наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Мы сегодня говорили о том, что в Тверь скоро приходит уже в очередной раз, в четвертый, если меня изменить память, православный кинофестиваль «Русское сердце», но сразу тем, кто, может, скептически будет настроен, это не только православные кинофильмы, то есть фильмы на православную тематику и так далее. Нет, это просто именно русский кинематограф. Зачастую авторские фильмы, которые в наших, к сожалению, кинотеатрах зачастую не увидеть. А тут есть блестящая возможность увидеть топовые актеры. Мы уже говорили, уже среди участников фестиваля, это и Алена Бабенко, и Дмитрий Нагиев и так далее. Вот сейчас «Доктор Лиза» тоже всем известны, какие там актеры снимались, Чулпан Хаматова, чего стоит. Поэтому бесплатно, бесплатно можно посмотреть эти замечательные фильмы. Про них, кстати, и на Первом канале много говорили. Поэтому приходите, кто заинтересовался, в интернете полно информации. Спасибо большое, уважаемые гости. Успехов вашему предприятию. Спасибо, Роман. Спасибо, Роман. Самое главное, знаете, успех, на мой взгляд, побольше зрителей и, самое главное, побольше молодежи. Спасибо большое. Это была программа «Тема дня». Хороших вам фильмов.